В эфире телеканала Бобруськ 360. Итоги недели. В студии Вадим Киреев. Здравствуйте. Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. Сейчас коротко о главных темах недели. Упал с 15-метровой высоты. Я справа думала, что это вообще либо чемодан летит, либо крышу делают. Мы выяснили подробности невероятного случая в Бобруське. Что должны делать родители, педагоги и соцслужбы, чтобы дети не попадали в экстренные ситуации? И кто виноват, если беда уже произошла? Деловые переговоры и знакомство с промышленным потенциалом. Наш город стал площадкой для Международной научно-практической конференции. Вылечат всех. Фармакомпании и аптеки готовы к осенне-зимнему сезону простудных заболеваний. Непререкаемый авторитет. Расскажем о маме троих сыновей и воспитателе детского сада Татьяне Щегловой. Почему Грете Тунберг не присудили премию мира? И за что борются французские фермеры? Приклушенный свет софитов. Областной театр драмы и комедии триумфально начал очередной сезон. Он не искал опасности. Он просто играл. Новостные ленты информагентств страны облетел невероятный случай, который произошел в Бобруйске воскресным утром. Известно, что малыш по имени Илья самостоятельно взобрался на окно, открыл его и уже через несколько мгновений у этого происшествия появились очевидцы. Эта ситуация очередное доказательство того, что даже за две минуты, пока ребенок один, может произойти непоправимое. Мария Бересневич восстановила хронологию событий. Это и есть та самая многоэтажка из окна пятого этажа, которой выпал малыш. Счастливые истории Ильюши, который приземлился вот на эти кусты, уже прогремела на всю страну. Это случилось неделю назад. Однако для мамы-мальчика с тех пор, кажется, прошла целая вечность. Соседка Ольга Полозняк все еще не может забыть тот ужас, который испытала воскресным днем. Мы лежали на кровати. Я увидела, что он лежит. Ну, летит такой. Знаете, я справа подумала, что это вообще либо чемодан летит, либо крышу делают. И потом дух так глухой такой, стук, как будто ну, с крыши что-то скидывает и все. А потом уже к нам сосед встретит, поедет на этажа, постучался, говорит, это не ошибка, потому что у меня же тоже маленький. Мы смотрим на шапку дома, открывая окно, там Ильюху уже, у женщины на руках. Пока очевидцы пытались понять, с чьим ребенком чуть не случилась беда, мама Ильюша готовила обед на кухне. И даже представить не могла, что те несколько минут, пока малыш был один, чуть не закончились трагедией. Честно, я даже не знаю, потому что он был возле меня, понимаете? Он просто взял машинку и пошел телевизор смотреть. Я просто поставила решетку на габаритуре и спать, типа, и пошла сразу за ним. Жильцы дома уверяют, теперь мама сына буквально не выпускает из рук. Когда я уже увидела в окно, ребенок был у нее, ржала, да. И этот мужчина, который, видимо, помогал, куртку снял, накрыл ее и держал, конечно, маме тяжело было. Терял осознание каждые три секунды. Невероятно, но ребенок, а ему два с половиной года, отделался ушибом и ссадиной. Его госпитализировали, но вскоре семейство выписали. Похоже, мальчик и вправду родился в рубашке. Чаще всего повреждения бывают из тяжелой жизни, угрожающей, из гораздо меньшей высоты. То есть падение с пятого этажа – это чудо. Очевидцы отмечают, сразу после падения зазвонили колокола Свято-Георгиевского храма. Потому местные и окрестили случай настоящим чудом. Тем временем следователи проводят проверку. По данным следствия, днем 6 октября в Бавруйске двухлетний мальчик, находившийся один в комнате, используя детскую игрушку, забрался на подоконник, открыл створку окна, отвертся о москитную сетку и выполз с высоты пятого этажа. Пока правоохранители разбираются в деталях, жители выдвигают свои версии. Говорят, Илья любит голубей, всегда с ними играет во время прогулок. Возможно, их мальчик и увидел в окне. Вопреки возможным домыслам, которые ходят в народе, все соседи твердят в голос – семья примерная, никаких нареканий в сторону родителей ни у кого нет. Все переживаем, потому что гуляем вместе. У меня полтора годика ребенком, гуляем вместе с Илюшей. А что о семье, можете сказать? Ну, плохого ничего. Мама всегда с ним, он тут голубей гоняет, носится по двору. Веселый мальчик. Здравствуйте, говорит всегда. Пожалуй, невероятная история Илюши многим послужит примером. Но далеко не каждый подобный случай заканчивается хэппи-эндом. Между тем, производители окон давно позаботились о детской безопасности. Сегодня родителям предлагают как минимум три вида систем блокировки створок от случайного открытия. Ручка с ключом – это самый простой механизм блокировки створки от случайного открытия с детьми. Замена такой ручки по времени занимает порядка двух минут. У специалисты это может вовсе занять секунд 40-50. В принципе, все. Ручка установлена. Осталось только закрыть и заблокировать, чтобы случайно ее никто не открыл. После общения с нашей съемочной группой мама Илюши решила поставить на окна эти самые ручки с ключом. А еще девушка не запомнила лицо женщины, которая первой и обнаружила ее сына. Виктория надеется, что спасительница увидит этот сюжет. Она передает большое человеческое спасибо. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко. Итоги недели. На неделе этот случай не единственный. Днем 8 сентября из окна третьего этажа выпал еще один мальчик. Этот инцидент произошел в Витебске. По счастливой случайности ребенок тоже остался жив. Известно, что семья ребенка состоит на учете как социально опасная. У матери трое несовершеннолетних детей. В продолжении темы. Опасность подстерегает наших детей буквально на каждом шагу. Даже в собственной квартире. Вот только это не повод развивать паранойю, а скорее тема, чтобы задуматься, а все ли я сделал для безопасности своего ребенка. И здесь для каждого родителя помощь рядом. И в мобильном приложении, и на сайте, и в каждом классе. МЧС ежедневно на страже жизней. Взять хотя бы последнюю разработку от ведомства. 3D-карта квартиры, в которой обозначены все опасности для малыша. Подробно далее. 6 из 10 травмоопасных случаев можно предотвратить, гласит статистика. Один из таких способов презентовала на днях МЧС. Это 3D-карта для молодых родителей. Цель – предупреждать несчастные случаи в быту, используя интерактивные средства. Новинка в мобильном приложении «Помощь рядом» представляет собой виртуальную квартиру, где, двигая пальцем, можно рассмотреть все пространство. Есть комнаты, да, везде, где являются какие-то опасные места, находятся восклицательные знаки, нажав на которые, мы сразу понимаем. Значит, проглатывание мелких предметов – это в коридоре, скажем так, называемая ключница или тумбочка, где лежат часто мелкие предметы, где может лежать мелочь. Это не единственная разработка министерства. Ведомство уже давно шагает в ногу со временем. Сначала появился сайт, затем YouTube-канал, потом мобильное приложение, где есть много возможностей – от вызова спасателей одной кнопкой до анкетирования молодых матерей, которые, к слову, с первого раза не проходят даже бывалые мамы. Проверено на собственном опыте. На сайте 112.by, либо просто спуститься по главной странице, где мы можем найти игры, тесты. Здесь же можно посмотреть видеоролики, эти же мультики. Можно послушать сказки для маленьких детей, аудиосказки. Здесь информация есть не только для родителей, также могут использовать ее и педагоги. Сотрудники МЧС начинают рассказывать детям о безопасности еще с садовской скамьи. Они в игровой форме показывают и объясняют основные правила. Здесь в ход идут мультики, карточки, аудиофайлы, игрушки и даже инвентарь спасателей. Находится человек, который спасет всех, не забоится пойти в огонь, залезет и в воду, и в дым. Ну, все хором. Номер... Номер... И здесь надо отдать должное. Дети в таком формате информацию усваивают хорошо и охотно выполняют все требования безопасности. Дыхательные пути закрывают в избежании попадания дыма, держатся друг за дружку, чтобы не потеряться, и переживают, как бы не споткнуться на выходе. Собраться в цепочки и направиться безопасно к выходу вдоль стеночки, идем один за одним. И самое главное, все наизусть знают номер спасателей и как правильно поступить в экстренной ситуации, будь то ДТП, наводнение или пожар. Я не пойду тушить. Я сначала позвоню маме, а потом я позвоню в МЧС. Если дома есть огнетушитель, надо взять его и потушить им пожар. Но родителям не стоит забывать. Ответственность за своих детей несут они. И даже когда ребенок попадает под колеса авто или теряется, здесь в первую очередь вопросы к мамам и папам. Именно они с рождения обязаны прививать своим чадам азы безопасности. И, пожалуй, одно из основных правил. Даже 60 секунд без присмотра могут стоить вашим детям жизни. Кристина Риенс, Максим Глеонко, Андрей Богдан. Итоги недели. Машиностроение и металлообработка. На неделе Могилевская область принимала Международную научно-практическую конференцию. В ней приняли участие 15 стран мира. В том числе представители международных отраслевых организаций, деловых сообществ и зарубежных ведомств, которые курируют вопросы промышленного развития. А также главы дипломатических миссий, торгово-экономических служб, иностранных государств, руководители белорусских предприятий и не только. На площадках конференции прошли деловые переговоры с представителями отечественных и иностранных компаний-производителей автокомпонентов, станков, металлообрабатывающего оборудования, технической оснастки и сопутствующих товаров. Участникам устроили экскурсии на машиностроительные и металлообрабатывающие компании региона. Ознакомили и с инвестиционным потенциалом, и инженерно-транспортной инфраструктурой промышленных площадок. Первый день форума пришелся на Могилев, второй – на Бобруйск. Ведущее место в промышленном комплексе Бобруйска занимает открытое акционерное общество «Белшина». Эта торговая марка широко известна во всем мире. Белорусские шины экспортируются в страны Азии, Америки, Африки и Европы. Потому именно на базе этого предприятия собрались участники конференции во второй день. Главная задача научно-практической конференции – это совместить науку с практикой. То есть у нас предусмотрены как теоретические какие-то мероприятия познавательные и так далее, так и практические мероприятия, посещение предприятий и так далее. Задача этой конференции – создать площадку, где люди познакомятся, обменяются мнениями, знаниями какими-то и, естественно, установят кооперационные связи. Среди иностранных представителей – люди, которые занимаются наукой и внедряют свои знания в производство, те, кто изготавливают оборудование, а также потребители знаний и техники – из Индии, Польши, Литвы, Турции, Китая, Японии, Германии и не только. «Мне было очень приятно в рамках конференции посетить Могилёв. Раньше я бывал только в Минске, причём не раз. Вчера было озвучено много интересных докладов и презентаций, в том числе и моя. Я надеюсь, что мои услуги смогут быть востребованы в сфере промышленного консалтинга белорусскими предприятиями, в том числе». Среди организаторов – Белорусско-Российский университет, свободная экономическая зона Могилёв, а также Институт технологий и металлов. Уже первый день научно-практической конференции принёс свои плоды. «Мы познакомились с рядом зарубежных потенциальных партнёров. Это научные круги Египта, представленные Центральным металлургическим институтом Египта, город Каир. Проведены переговоры по направлениям сотрудничества. И мы уже договорились о дальнейших встречах с руководством данного института». Во время экскурсии по пром-гиганту зарубежные гости в Аочи увидели, как производят обувь для легковых автомобилей, сельскохозяйственной техники, большегрузных самосвалов и других машин. А это свыше 350 типоразмеров. «Приехали примерно сегодня в Першина, там огромный завод, там очень понравился эта поездка. Но я знаю, что в России, Паруси, СНГ – это известный очень огромный завод, чтобы везде там его шины поставляют». Основа промышленности города – это порядка 40 крупных и средних предприятий. За 9 месяцев этого года объемы производства составили более 1,2 млрд рублей. При этом порядка половины продукции под лейблом «Made in Babruisk» поставляется на экспорт только за полгода. На внешней рынке отгружено товар на сумму более 530 млн рублей. Мария Бересневич, Максим Галенко. Итоги недели. Августовская дефляция в Беларуси сменилась инфляцией. Индекс потребительских цен за сентябрь вырос на 0,5%, сообщает Белстат. Что все это значит и как эти термины влияют на жизнь обычных беларусов? Смотрите далее. Инфляция в сентябре в Беларуси 0,5%. Локомотивом роста стали промтовары, которые за месяц прибавили почти процент. С приближением холодного сезона дорожали в основном теплые одежды и зимняя обувь. Стоимость продуктов изменилась незначительно по сравнению с августом плюс 0,1%. Заметное подорожание помидоров, огурцов и бананов было уравновешено удешевлением лука, капусты, моркови и перца. Отечественные фармацевты готовы к сезонному увеличению простудных заболеваний. В аптеках есть полный набор препаратов. Более 50% белорусское производство. Кроме этого, развитие нашей фармпромышленности позволило не только снизить цены на дорогостоящие медикаменты, но и значительно повысить качество своих лекарств, которые сегодня не уступают импортным аналогам. Сегодня в Беларуси работают 38 фармкомпаний. Объем выпущенной продукции за прошлый год превысил 600 миллионов долларов. Экспорт почти 120. На 1 мая следующего года переносится срок оплаты за тепло и газ по полным тарифам для незанятых в экономике. Постановление принято правительством в целях недопущения необоснованных случаев начисления увеличенной платы за указанные услуги. К слову, оплачивать их потребители должны были по полным тарифам с 1 октября. Что касается горячего водоснабжения, то его по полным тарифам незанятые в экономике уже возмещают с 1 января этого года. В Беларуси продолжается работа по ликвидации мусорных полигонов. В министерстве ЖКХ сообщили, что уже к 2025 году их останутся единицы, а вот мини-полигоны и вовсе исчезнут. К слову, за 10 лет их количество уже удалось сократить с 3500 до 850. Кроме того, в стране активно борются со стихийными свалками, коммунальщики, экологи. К работе подключаются и сознательные беларусы. Сегодня в стране собирают 25% вторресурсов. К слову, торговля и общепит присоединяется к общемировому курсу на экологию. Это требование главы государства. И активно закупают бумажные пакеты и посуду. На адаптацию к работе в новых реалиях два месяца. Сейчас главное заключить договоры с производителями и импортерами на нужную экоупаковку. Последние заверяют, что смогут без проблем покрыть внутренний высокий спрос. Мы продолжаем серию сюжетов про замечательных женщин нашего города. И сегодня расскажем про маму, которая воспитала трех сыновей. Для своих детей она непререкаемый авторитет. Бобрульчанка Татьяна Щеглова свою жизнь посвятила педагогике. Она воспитатель с почти 40-летним стажем, который вкладывает в работу всю душу. Людмила Любимцева пообщалась с этой обаятельной женщиной и узнала секрет ее личного профессионального успеха. Пойдем вместе в магазин. А что в магазине продается? Что, Полинка, продается в магазине? Фрукты, молодец. Игры, общение и обучение. Вот уже на протяжении почти четырех десятилетий Татьяна Щеглова воспитывает малышей в 67-м детском саду. Сегодня она работает в специализированной группе с нарушениями речи. К каждому ребенку у нее индивидуальный подход. Опытный педагог легко находит контакт и общий язык со всеми детьми. Прежде всего нужно любить детей. Так как я профессию эту выбрала осознанно, люблю детей, сама многодетная мать. Поэтому мне дается все легко. Хожу на работу как на праздник, с удовольствием. В учреждении Татьяну Николаевну ценят не только за профессионализм, но и высокие личные качества. Это отзывчивый человек, который готов прийти на помощь в любой ситуации, дать нужный совет и подсказать правильный выход. Для многих здесь она наставник, на нее равняются. Это очень грамотный человек, это очень инициативный, творческий человек, специалист. Всегда с любовью относится к детям. Всегда с уважением относится ко всем сотрудникам нашего учреждения. Человек справедливый, человек всегда впереди. Заслуженным авторитетом женщина пользуется и дома. Она – мама троих сыновей. Они уже взрослые, живут отдельно. Но регулярно приезжают к своей любимой родительнице. Когда вся семья собирается вместе, Татьяна Николаевна ощущает себя самой счастливой на свете. Хотелось мне, чтобы мои дети выросли порядочно, чтобы они были самостоятельные, активные, чтобы они уважали, ценили своих родителей. И, конечно же, были друг к другу, ну, как сказать, чтобы они помогали друг другу, заботились друг от друга, чтобы у них существовала взаимовыручка и взаимопонимание. И я считаю, что у нас это получилось. Ее младший сын Олег живет в Бобруйске. Он занимается промышленным альпинизмом. Старший Андрей возглавляет столичную фирму. А средний Вадим занимает пост первого заместителя генерального директора телекомпании СТВ. К слову, в прошлом он был руководителем холдинга «Бобруйское житё». Как и любая мама, Татьяна Щеглова гордится своими сыновьями. Ведь в них она вложила всю душу. Мама для нас большой авторитет. В плане воспитания, мне кажется, к каждому из нас у нее подход совсем отдельный. Потому что я больше в маму, старших братьев больше в папу. Наша мама очень добрая, веселая. С ней очень интересно разговаривать. Иногда, когда у меня какие-то вопросы или еще что-то, я всегда с мамой советуюсь, мы всегда обсуждаем с ней все. У Татьяны Николаевны трое внуков, а совсем недавно родилась внучка. Роль многодетной бабушки ей тоже очень нравится. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Он играл в хоккей с Гагариным, отменно шутил и писал картины. Но знали его как человека, который первым вышел в открытый космос – Алексей Леонов. В эту пятницу на 86-м году жизни легенды советской космонавтики не стало. Об этом и не только в нашем традиционном мировом дайджесте. В Москве в возрасте 85 лет скончался легендарный космонавт Алексей Леонов. Его не стало после продолжительной болезни. Леонов был 11-м советским космонавтом, а также первым человеком, который вышел в открытый космос. Он провел там 12 минут. Леонов дважды удостоен звания Героя Советского Союза. В июле 75-го космонавт участвовал первым в истории совместном полете советского и американского кораблей и их стыковкой и переходом астронавтов на соседние аппараты. Прощание похороны Алексея Леонова пройдут 15 октября в подмосковных мытищах. В этом году обладателем Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии Аби Ахмед. Политик был награжден за усилия по достижению мира и международного сотрудничества и, в частности, за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей. В этом году на премию мира претендовали 223 человека, их 78 организаций. Среди них оказались 16-летняя активистка-эколог из Швеции Грета Тунберг, а также международная группа «Репортеры без границ». 14 октября назовут обладателя награды по экономике. Торжественные церемонии по традиции пройдут 10 декабря в день кончины Альфреда Нобеля. Французские фермеры вновь выходят на забастовки. Они уверены, власти страны поощряют нездоровую конкуренцию. Сельхозпроизводители вывели тракторы и селки на крупнейшие автомагистрали. Они блокируют движение, пока им не обеспечат свободный доступ для продажи. По их словам, на рынке сейчас преимущество у иностранных производителей, экспортирующих в Пятую Республику более дешевую, но менее качественную продукцию. Из-за этого в аграрном мире и в сельской местности происходит настоящее бедствие, утверждают участники протестных акций. Парламент Италии принял закон о сокращении числа народных избранников на 345 человек. Палата депутатов одобрила новый конституционный закон, что повлияет на функционирование политической системы страны. Однако законопроект поддержал абсолютное большинство членов Нижней Палаты. Отныне численность сенаторов будет сокращена с нынешних 315 до 200, а депутатов – 630 до 400. При этом ожидаемая экономия – около 100 миллионов евро в год. Это, к слову, восьмая попытка с 1983 года сократить число законодателей в парламенте Италии. 75 лет творчества, тысячи ролей и столько же постановок. На днях в Бобруйском театре стартовал новый юбилейный сезон. За годы своего существования стены этой кузницы искусства повидали немало талантливых актеров. Но есть и старожилы этого места – те, кто на протяжении долгих лет по-настоящему предан своему делу. Если зритель всегда ждет необычных и ярких постановок, то для артиста на первом месте неизменно остаются роли, которые им отводятся из года в год. О тонкостях профессии и о том, чего ждут сами актеры от нового сезона, нам рассказала актриса Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича Алла Грахова. Алла Игнатьевна, вы 40 лет в театре. Давайте с самого начала. Как вы пришли в театр? Почему именно театр? Ну, я еще в школе мечтала стать артисткой. И сразу поступила как-то в институт очень легко. И потом проработала почти два сезона в Минском тюзе после окончания. Ну, а потом всякие семейные обстоятельства. Надо было уйти. Уехала из Минска, но и в результате приехала в Авруйск. И все 40 лет вы играете? Да. Даже больше 40 лет. Представляете, так много они играют. Бывал 75-й сезон, юбилейный сезон, большая цифра. 40 сезонов из этих 75 вы провели вместе с этим театром. Да. Какой сезон самый запоминающийся на вашей памяти? Что было интересного в этом сезоне? Ну, наверное, для актера самый запоминающийся, если он имел какую-то очень хорошую работу, роль у него была. И, мало того, еще эту работу отметили. И каким-то образом об этом узнали все. Ну, у меня таких целых две работы было. Когда на Международном театральном фестивале в Украине я получила приз как лучшая женская роль фестиваля. Это Гурмышская в Лесе и в Дядюшкином с ней я получила. Так что у меня есть две награды. Лучшая женская роль. Конечно, эти сезоны для меня были самые лучшие. Этот сезон будет сюрпризом как для зрителей, так и для вас. Ну да, то есть сюрпризом. Вот мы знали, что мы откроемся спектаклем «Сертаки». И его же будем показывать на фестивале, который будет в начале ноября с 1 по 6. Это фестиваль белорусской драматургии. Наш театр представлен спектаклем «Сертаки». Вот что вы лично ждете от этого сезона? Любой артист всегда ждет хорошую роль. Я вам честно скажу. Есть какие-то у меня такие планы, которые пока никак не реализуются. Может быть, это назвать моноспектаклем. Я даже не знаю. Может быть, это не просто моноспектакль. Но это надо, опять же, это надо... Ну, как говорят, что для того, чтобы Господь благословил твой путь, надо сделать хотя бы шаг. Поэтому мысли, их же надо как-то реализовать. Это о белорусских поэтессах, которых очень мало кто знает. И у них такие великолепные стихи есть. Я не знаю, может быть, из этого получится спектакль. Может быть, это будет просто какая-то такая композиция, какой-то такой проект. Но это будет Анаталья Арсеньева, Лариса Кениуш, Евгения Янишиц, Констанция Буйло. То есть вот те именно поэтессы, которых совсем почти никто не знает. Все знают Ахматову, Цветаеву. А то, что у нас была Лариса Кениуш с такими красивыми стихами, этого почти никто не знает. Но есть роль, которую вам бы очень хотелось в этом сезоне сыграть? Вы знаете, об этом лучше не будем говорить. Потому что актерам... Да, да, уже... Тем более в моем возрасте уже, извините меня, ты не Афелия, не Дездемона. Тут уже есть великолепная пьеса, которую хочет реализовать, поставить Наташа Кашпара. Она называется «Прощальный смех». Это о трех женщинах в возрасте. Пьеса великолепна, написанная американским драматургом. Если это случится, это будет очень хорошо. Потому что там есть три судьбы, которые можно играть. Когда каждый находит в этом кусочек самого себя. То есть если эту постановку, я так понимаю, одобрят, если она будет у нас в театре проходить, вы будете в ней играть? Да, обязательно. Даже если меня не возьмут туда, я подам заявку. Еще раз поздравляю вас с новым 75-м сезоном. Побольше вам интересных ролей. Почаще на сцене приглашайте нас в театр. Будем приходить, будем радоваться вашему творчеству. Спасибо. Их высокая миссия – формировать и укреплять национальное самосознание. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают создатели культурных ценностей, хранители духовного наследия и исследователи традиций нашего народа. День работников культуры в Беларуси празднуют почти 65 тысяч человек. Библиотекари, музейщики, артисты, художники и музыканты. Зачастую их работа в современном обществе выступает в качестве дипломата в решении международных вопросов. Шквал аплодисментов, благодарные зрители и популярность далеко за пределами Беларуси. Без сомнения, главным культурным центром Бобруйска был и остается областной театр драмы и комедии имени Винсета Дунина Марцинкевича. О юбилейном сезоне для бобруйских подмостков Максим Кембель. Главным ньюсмейкером культурной жизни Бобруйска уже на протяжении 75 лет остается театр. Непростой, а Могилевский областной театр драмы и комедии имени выдающегося белорусского классика и нашего земляка Винсента Дунина Марцинкевича. Уже совсем скоро состоится открытие юбилейного театрального сезона. И если театр начинается с вешалки, то новый сезон с премьерной постановки. Главный театральный храм города уже давно приучил своего зрителя не только классическим постановкам, но и совершенно новым, а порой даже дерзким премьером. Новый для себя год он решил начать с истории, которая до боли знакома каждому. О стремлении покорить большие города и вечном беге за мечтой. Провинциальная эпопея с настоящим хэппи-эндом под кодовым названием «Сиртаки». Вот мы ставим Ольгу Прусак. Это история «Сиртаки». Достаточно наивная история, я бы даже сказала, слегка такая, слегка детская, но совершенно полностью соответствующая вашему городу. Вашему городу и другим региональным городам, от Бобруска до Даугавпилса, всем маленьким городам. Без друзей не бывает по-настоящему хорошего праздника. Открытие 75-го сезона – это грандиозное событие. Минск, Пинск, Могилев, Витебск – слова поздравления Бобрусскому культурному центру летели из самых разных уголков Синьокой. Не обошлось и без гостей из ментально близкой нам России. Представители Калужского областного театра юного зрителя не в первый раз в нашем городе. Они знают, любят и ценят подмозги этого легендарного учреждения. 12 лет Бобруска кричает нас, а мы в Калуге встречаем этот театр. Здесь было становление, здесь была такая работа тяжелая, и у нас тоже. И вот мы как схватились друг за друга, так вот, дай Господи, вот до сих пор эта радость у нас существует и у наших зрителей. Багаж нашего культурного храма богатый и разнообразный. В юбилейный сезон он уж точно имеет право похвастаться своими заслугами. Лауреат различных республиканских и международных фестивалей, преданные зрители и популярность далеко за пределами республики. Конечно же, зрители ждут новые премьеры, да, мы как бы начнем сезон тоже с премьеры, которые уже достаточно давно основательно готовимся. Мы готовим сказку для детей, это прям вот обязательно наша традиция. У нас елки, поэтому мы готовим временские музыканты для наших самых маленьких зрителей, самых требовательных, прошу заметить. Третий звонок, приглушенный свет софитов и магия театра началась. При полном аншлаге зал бурными аплодисментами приветствовал начало театрального действия. Изумительная работа с декорациями и волшебной хореографией. Каждый актер на своем месте и прекрасно справляется. Зрителей уже с первой минуты охватило ощущение сопричастности к происходящим на сцене событиям. Оригинально, ярко и смело. И если вы не побывали на премьере, то у вас будет шанс увидеть спектакль в дни фестиваля национальной драматургии, который наш город примет с 1 по 6 ноября уже в седьмой раз. А пока насладитесь зажигательными моментами из постановки. Но кто же главный критик? Конечно же зрители. Ведь в первую очередь ради них актеры что-то греха таить попросту ночуют в театре. И все для того, чтобы порадовать любителей культурного отдыха. Постановки нравятся. На многие спектакли здесь ходили и вообще нравится в театр ходить. Очень нравится, потому что положительной энергией заряжаешься. После спектакля выходишь и чувствуешь себя совсем другим человеком. Спектакли хорошие. Ну актеры тоже хорошие играют. Динамично, трогательно и местами даже удивительно. А под конец и вовсе волшебно. Свой очередной сезон областной театр драмы и комедии начал триумфально. Впереди сотни спектаклей. Безусловно, будут и премьеры. Максим Кембель, Максим Галенка. Итоги недели. На этом мы заканчиваем наш выпуск. С вами был Вадим Киреев. Увидимся в следующее воскресенье в 20.30. До встречи и хорошей трудовой недели.